Сегодня писатель рассуждает о переменах, которые назрели в российской системе образования. Здравствуйте, господа. Министра образования сменили перед самым началом учебного года. Уже это одно показало заинтересованным лицам, а в образовании все жители страны так или иначе заинтересованы, что образовательная политика, проводившаяся прежними министрами, будет теперь существенно меняться. Новый министр Ольга Юрьевна Васильева, конечно же, никакой революции при вступлении в должность не объявляла. Напротив, она не упускает случаев подчеркнуть, как много в системе образования сделано хорошего. Ну, разумный человек не может вести себя иначе, приступая к управлению огромной, охватывающей многие миллионы человек и уже потому весьма инерционной системой. Но перемен все равно ждали, и перемены, к счастью, начались. Не проходят недели, чтобы не сообщался по очередной инициативе министра Васильевой. Она предложила вернуть в школу уроки астрономии, она запретила употреблять в общении школы с родителями термин «услуги», она приостановила слияние вузов, она высказалась за участие учеников в уборке школьных помещений, она пообещала закон о статусе учителя и анонсировала новшество в организации ЕГЭ. Перемен много. Иные из них мне, например, скорее нравятся, иные скорее не нравятся, иные не нравятся совсем. Но это меня не тревожит, иначе ведь не бывает. А вот что меня тревожит, так это разрозненность перемен. По-видимому, они никак не увязаны в единую последовательность действий. Очень похоже, что они не связаны и по-невидимому. Не угадывается за ними единый план. Между тем, нужда в таком плане сейчас чрезвычайно велика. Возьмем для примера только один аспект происходящего – школьную программу. Очевидно, что это не куча разрозненных вопросов, а одна большая, огромная системная проблема. Нынешняя программа сложилась в результате многолетних, разнородных, зачастую взаимопротиворечивых действий. Если она и отражает какие-то давние компромиссы, то сегодня эти компромиссы уже, кажется, никого не устраивают. И теперь давайте спросим себя. Можно добавить в такой вот программе астрономию, взяв на это часы у второго иностранного языка, как то предлагает министр Васильева? Да чего же нет, можно. А можно ли наоборот добавить часов иностранным языкам, забрав их, скажем, у химии? Наверное, тоже можно. В эту программу можно ввести уроки труда, можно не вводить. Можно увеличить или уменьшить число часов на ОПК, ОБЖ, АБВ, ГДЕ, ОКЛ и так далее. Под любой подобный шаг найдутся какие-то аргументы. Некоторые из таких шагов вправду будут вполне осмысленными. Но так заведомо не удастся решить проблему, страшно запущенную за годы школьной реформы. Все содержание школьного образования давно и безоговорочно устарело. Нужно заново разработать фундаментальное ядро школьного курса. На его основе новое содержание общего образования. Не по отдельным деталям, целиком. В соответствии с этим новым содержанием нужно будет выстраивать новую систему педагогического образования. И много еще чего. И все это не сделается само и не может быть сделано за три дня на коленке. Это нужно целенаправленно делать, причем делать всерьез. Вопрос в том, кто этим займется. Пока, как видно, не занимается никто. Решение стоящих перед министром Васильевой задач, и без того сложнейших, затруднено проведенной ее предшественниками с зачисткой интеллектуального поля. В сфере образования нет дееспособных команд, кроме, собственно, самих реформаторов. Надеяться на них в деле выправления их же огрехов было бы странно. Значит, команды надо собирать заново, и делать это надо скорее. Действия, не основанные на системных решениях, неизбежно будут приводить и новое руководство Минобра к тем или иным ошибкам. Первая, на мой взгляд, существенная ошибка может случиться уже скоро. Ольга Васильева анонсировала намеренно вернуть вузам, то ли социально значимым, то ли вообще всем, право проводить свои собственные вступительные экзамены. Слов нет. Сложившаяся вокруг ЕГЭ система очень нехороша. Но сегодня все наше образование завязано на ней. Большинство участников процесса в ней обжились. Прямо отменять ЕГЭ нельзя и не нужно. Но и очеловечивать систему ЕГЭ нужно не с того конца. Необходим комплекс мер, начинающийся не с вузов, а со школы. Нужно со следующего же года разделить выпускные и вступительные экзамены. Школа должна получить обратно свои выпускные, без которых она, как показала практика, ускоренно деградирует. А ЕГЭ должен утратить статус выпускного экзамена. Дальнейшие перемены, связанные с отношениями вузов с ЕГЭ, целесообразнее было бы проводить во вторую очередь. В любом случае нужен единый план действий. Именно единый. Он должен говорить и о содержании образования, и о кадрах, и о системе экзаменов, и об образовательной индустрии, и обо всем в комплексе. Иначе наше образование из упадка не вытащить. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok